Тирасполь, берег Днестра и тотальная уборка вместо привычных в это время пикников. Редкость. Люди ходят, убирают, вон подрастающее поколение воспитываем. Сейчас здесь чисто, но надолго ли? Сезон только начался. Костры, бутылки, пакеты, пластик. Отдыхающие уходят, мусор остается. И если пищевые отходы через 10 дней станут удобрением, то стекло и полиэтилен нет. Срок распада той же пластиковой бутылки 200 лет. Одни мусорят, другие убирают. Экологические акции в Приднестровье проводят ежегодно, в том числе волонтерские. Списываются добровольцы, как правило, в соцсетях, запасаются перчатками, пакетами и выходят к Днестру. Говорят, мусора здесь столько, что мешков не хватает. В прошлом году за пару часов собрали почти 300 кубометров бытовых отходов. Сколько набралось в этот раз, даже не стали считать. Очень много людей за собой оставляет такой вот мусор, поэтому просто хотя бы начинать с себя убирать за собой. За несанкционированный выброс мусора в Приднестровье предусмотрены штрафы и серьезные. До 60 роем ЗП это больше тысячи рублей. Проблема другая. Поймать нарушителя за руку сложно. Протяженность Днестра почти полторы тысячи километров. Общая площадь лесов около 30 тысяч гектаров. Проследить за каждым на такой территории просто невозможно. Древние греки называли его Тиросом. Итальянцы Джонестром – турки Турлой. Днестр – самая извилистая река в Восточной Европе. Когда-то на этих берегах росла карликовая береза и корабельный дуб. При Петре I древесину использовали для строительства флота. Сейчас на месте дубрав, ивы и тополя ежегодно в республике высаживают до 150 гектаров нового леса. Есть у нас такие насаждения, что на одном пне уже четвертая генерация пошла. Четвертая генерация. То есть, если взять, посчитать по 100 лет, это уже этому пеньку 400 лет. Но он еще живой. Значит, уже 4 века тому назад этот пень когда-то росла. А может даже и больше. Изменилась и речная фауна. Исчезли осетровые виды белуга, шип осетр. Хотя еще в 80-х годах прошлого века та же белуга нерестилась в водах у рыбницы. Теперь живет исключительно в искусственных условиях – в бассейнах осетрового комплекса. Поголовье здесь свыше 3000. Самая крупная не только на территории СНГ, но и Европы. По разным оценкам ученых, в Нистре за последние 50-100 лет обитало около 90 видов рыб. Сколько сегодня, точно сказать никто не может, но наверняка около 60-70 видов мы уверены, что сегодня в Нистре есть. Рыбы в реке с годами становится меньше. Днестр зарыбляют искусственно. Только в прошлом году в водоемы выпустили около 25 тонн малька промысловых видов. Это толстолобики, белый амур, карп, карась, судак, лещ и тарань. Изменения в речной экосистеме, исчезновения ситровых и ряда растений ученые связывают с гидростроительством, плотинами в частности. Но глядя на плавающий в реке мусор, понимаешь, что дело не только в этом. Мы плаваем на водарках, и какой-то мусор, если какая-то палка торчит, можем лобку поранить, и просто водарка может на дно прийти. «Берег грязный, конечно. Не чисто там, где убирают, а там, где не ссорят. Правильно?» «Все остается, конечно, ничего не убирается. Хотя бы контейнеры были. Хотя бы. Вот так. Все зависит от людей». Мусорных контейнеров действительно не хватает. Сюда, как на свалку, вывозят старые покрышки, жестяные банки и сюда же идут отдыхать. Есть еще один момент. Бурелом. Мартовские ветра наломали дров. Здесь много сухих и поврежденных деревьев, как это, например, которые представляют опасность не только для молодых растений, но и для самих отдыхающих. Ведь неизвестно, в какой момент-то огромный сухой ствол рухнет. Валежник можно и нужно собирать, говорят лесники. Сделать это можно бесплатно. Достаточно получить разрешительный лесной билет. «Если это водоохранная зона пригородных территорий, либо если это лесополосы, то можно обращаться в Министерство сельского хозяйства, конкретно в отдел лесных и охотничьих ресурсов к нам. Если это лесничество, то есть если это лесной массив, который подведомственен ГУП Приднестровья лес, то обращаются люди на Чехова-4 с просьбой выделить им лесной билет, и он выделяется». Действует такой билет год, и воспользоваться им можно только под контролем лесника. Это главное условие. Вопрос чистоты лесов в пойме Днестра не решить в одночасье. Да, нужны контейнеры, да, штрафы. Но все бесполезно, если нет осознания проблемы, подумали общественники и предложили установить на одном из столичных пляжей арт-объект. «Это будет вот здесь, правильно?» «Да, прямо на этом самом месте будет фундамент, основательная плита. В основании конструкции имеет 2 метра, то есть это вот прям до сих пор, да, такая основательная вещь. Высоту 4 метра». Массивную конструкцию наполнят стеклянными бутылками, внутри которых поместят фото редких или исчезнувших вовсе видов животных и растений. Название проекта «Древо жизни», что символично. «Думали много по поводу живым, ну, живым должно быть это дерево или нет. Как бы, ну, пришли к мнению, так, голосованием даже, что живое дерево говорит о том, что вроде бы все хорошо. А мы хотели бы подчеркнуть, что ситуация, ну, такая, которую нужно исправлять. Поэтому у нас дерево не живое». Говорить о сроках реализации проекта рано. Сбор средств только начался. Всю информацию можно найти на сайте волонтерских организаций «ЭКПМР» и «Артпоход». Возможно, эко-скульптура и станет тем самым стоп-сигналом для отдыхающих. И они, наконец, начнут убирать за собой. Пока же этим занимаются волонтеры и город. Следующая тотальная уборка «Акция «Чистый берег»» пройдет в июне. Субтитры создавал DimaTorzok